В Чувашии сегодня проходит выездное совещание Комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды. Оно посвящено изучению регионального опыта эффективного обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Чувашия может наглядно продемонстрировать успехи в области очистки сточных вод, утилизации твердых коммунальных отходов, рекультивации старых полигонов. Рабочую поездку начали с посещения Пехтулинской свалки. Сбор мусора в прилегающей территории и придать ему форму кургана. После него, после уплотнения укладываем геотекстиль. На геотекстиль укладываем газодренажную прослойку из щельня 20 см, которая по всему телу свалки поднимается в верхнюю точку. На верхней точке находится у нас выпуска, полувыпуску газа. Технический этап рекультивации завершился. Идёт биологически. В течение трёх лет специалисты будут мониторить состояние воздуха в санитарной зоне. Сейчас укладывают растительный слой грунта 15 см. Затем всю территорию засеют многолетними травами. Здесь мы видим при достаточно скромных вложениях федерального бюджета. 300 миллионов для такого объекта – это небольшие деньги. Собственно, работы удается завершить срыва, сроков нет. Новый же полигон ТКО построен по иному принципу. В основу проекта легли принятые во всём цивилизованном мире методы обращения с отходами. Здесь сделано всё возможное, чтобы максимально снизить вредное воздействие на окружающую среду. Объёмы использования вторсырья, наоборот, увеличить. Если говорить о полиэтилене, то в Чувашской республике есть производство, там лежит пример. Это производство плитки тротуарной, полимер песчанка. Выдающиеся потребительские качества, не боятся тепла, мороза, перепады температуры, ударных нагрузок. Полигон – один из немногих объектов, где используются так называемые биорепелленты. Птиц, которые могут стать переносчиками загрязнения, с территории отгоняют специально обученные соколы. Депутат Госдумы от Чувашии Николай Малов отметил, что регион для проведения выездного совещания выбран не случайно. Здесь накоплен положительный опыт сразу в нескольких направлениях. Однако и нам есть чему стремиться. Мы должны оперативно перенимать положительную практику, которая имеется в других субъектах. Это и Татарстан, это и Нижний Новгород и так далее. И, конечно, мы не должны в собственном соку вариться. Мы должны в этом направлении двигаться и должны понимать, что должны оставить нашим потомкам ту среду обитания, которая достойна человечества. Сегодня же члены Комитета по экологии вместе с коллегами из Госсовета Республики побывали в Шопшиллах, где посадили новые деревья на Аллее памяти.